В индустриальном районном суде слушается дело 46-летней горожанки, которая пырнула ножом сожителя. Женщина впервые примерила на себя роль нападавшей и сразу же оказалась за решеткой. До этого жертвой домашнего насилия была именно она. Пара вела асоциальный образ жизни. Горожане часто пили, работы у них не было. Познакомились мужчина и женщина после освобождения Хабаровчанки из колонии в 2016 году, где она отбывала наказание за кражу. В течение последнего года пара жила на улице Юнгов. Здесь же горожанка и ранила 44-летнего сожителя. Это произошло в ходе застолья, на котором присутствовал гость. Будущий пострадавший закатил обвиняемый скандал на почве ревности. Подсудимая схватила нож и ударила обидчика в поясницу, задев при этом почку. Раненого спасли врачи скорой помощи, а женщину с уголовным прошлым полицейские отправили в СИЗО. В рамках дела были проведены многочисленные экспертизы, которые показали, что порезать мужчину в ходе самообороны обвиняемая не могла. Это было сделано нарочно. Кроме того, фигурантка страдает алкогольной зависимостью и даже стоит на учете. В момент преступления она была пьяна. Впрочем, подсудимая свою вину полностью признает. Интерес вызывают дополнительные материалы, имеющиеся в уголовном деле. Женщина не менее пяти раз писала заявление в полицию на сожителя за побои. Копии этих обращений в итоге оказались на столе у судьи. Каждый раз мужчина просил прощения, и жертва домашнего насилия с выбитыми зубами, переломами и гематомами шла у него на поводу. Она говорила офицерам, что ошиблась и на самом деле ранил ее кто-то другой. Эту же историю она рассказала, когда 1 января 2018 года попала в больницу с ножевым ранением в живот. Хабаровчанка 9 дней провела в больнице после довольно серьезной операции. Это дело так и не раскрыли. Подозреваемого не задержали. Похоже, что теперь в ходе очередной серьезной потасовки женщина решила защитить себя своими силами. После того, как она ударила сожителя ножом, мужчина не стал препятствовать аресту сожительницы. В суде он не появился ни разу. Даму обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью и грозит до 10 лет колонии. С места происшествия Юлия Рябцева и Андрей Алферов. Продолжение следует...